всем привет я сегодня отправляюсь в небольшое путешествие на велосипеде вот такой у меня красавец 6 скоростей в общем пуля собираюсь ехать от белградских ворот до сремский карловцев эти белградские ворота стоят у подножья петровородинской крепости покажу вам сегодня другой петровородин не тот который вы все уже видели неоднократно в роликах на youtube а непосредственно жилой район без крепости без туристических мест может даже кто-то из вас захочет переехать в этот район города нови сада ну все я отправляюсь я доехал до такого небольшого парка справа от меня с той стороны петровородинская крепость парк достаточно зеленый небольшой слышу на той стороне детские голоса по-моему там а там детская площадка это сербская православная церковь слева от нее школа чтобы полиции сегодня много какой-то праздник начну я с вашего любимого с истории первые поселения человека согласно исследованию петровородине были где-то 15 тысяч лет назад до нашей эры обнаружены могу предположить что первой так тут машины так могу предположить что первая как раз таки и была наверное заселена петровородинская крепость потому как безопасно высоко вот эта улочка вот здесь поеду там жили вообще на этой крепости первыми заселились кельты потом римляне ну и сами римляне построили крепость кузум которая была позже разрушена после них католические монахи построили на месте крепости монастырь впоследствии которые стал петровородинской крепостью сама уже петровородине есть железнодорожная станция на которой можно добраться до белграда ну соответственно и домове сада единственный момент что только на обычной электричке можно доехать до петровородина потому что поиск скоростной соку там не останавливается а я вот к этому дому ехал это дом шпиллера сейчас припаркую велосипед и расскажу вам про этот дом это дом шпиллера если кому интересно он расположен на улице владимира гортана номер 8 это дом был построен иезуитами во время пребывания и в петровородине с 1693 года до 1773 кстати в те времена этот католический орден был запрещен а согласно исследованиям раньше это была школа а назвали дом шпиллера в честь владельца первой половины двадцатого века вот так он шикарный огромный буду по пути заезжать такие интересные места и показывать вам здесь такой крест стоит детская площадка в этой части города больше частный сектор хотя вот есть и новые дома трехэтажные там дальше будут многоэтажки все сейчас покажу вам очень близко одно веса да поэтому я знаю многие россияне которые приехали сюда сербию снимают квартиры или дома в петровородине ходят автобусы электричка принципе все рядом инфраструктура вся та же самая магазин и школа детские сады здесь две школы два детских сада велодорожек нет есть пешеходные автомобильная поэтому мне придется ехать наверное по автомобильной дороге я хочу доехать до сремских карловцев поняться подняться там в горы мне до них поднимусь горы и попробовать проехать через винодельни сейчас мне надо доехать до церкви снежной богородицы это римская католическая церковь покажу вам и и расскажу историю а впереди виднеется это уже сербская православная церковь еду я все еще по частному сектору микрорайон буду так его называть зеленый достаточно транспорта много так 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 куда мне ехать буду периодически останавливаться и сверяться с картой вот фрушка гора налево смотрите по моему мне прямо если я не ошибаюсь оба на тут нет еще на перехода вот она церковь дом напротив до нови сад надо по кольцу по кольцу уехать направо я вернусь нови сад значит туда я еду как раз на выезд из города смотрится там прям зеленый такой микрорайон достаточно единственный минус у меня тормоз ручной и он с правой стороны это мне непривычно буду знать левой рукой камеру держать как я и говорю магазины все те же самые вот указатель железничка станция налево православная церковь заходить не я не буду дальше ну блин не убиться бы здесь да видите не предназначен микрорайон для велосипедов покажу вам сейчас как он выглядит сзади меня вот тоже какое-то историческое здание но не самом лучшем виде позади нее строится дом новый вот тоже новый дом и магазины все продуктовые маркеты это дорога ведет белград поэтому такая загруженная плотная вот тоже посмотрите какой старый дом девятнадцатый век в общем вдоль дороги все застраивается сносятся старые дома и строится новые еще знаю почему многие выбрали петра воротин потому что за цену то что снимаешь у ноги саде здесь можно снять целый дом а по факту ты живешь в том же самом городе но в твоем распоряжении целый дом с огородом с посадками со всеми какие там есть фрукты овощи можешь сам сажать еду медленно потому что белый дорожек нет а людей много навстречу попадается и сильно тут не разгонишься вот тоже стройка идет продают с квартиры много видите старых домов одноэтажных так здесь развилка пошла но мне по-моему прямо вот слева тоже застройка идет я пока спешился покажу вам вот микрорайон вернее туда как бы маленький такой микрорайончик спортивная площадка площадка для выгула собак дом многоэтажный такой достаточно зеленый микрорайон здесь дорога перекрыта поэтому буду ехать прям по дороге покажу вам здесь все слева от меня это многоэтажные дома а справа частный сектор вот еще одна стройка идет прям очень капитально застраивается все здесь я кстати здесь тоже в первый раз вместе с вами березы так 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 ух ты какой резкий передний тормоз главное не перевернуться расскажу вам сейчас случай с детства тоже ехал на велосипеде и был тормоз ручной также с левой стороны разогнался короче перепутал тормоза нажал и прям перевернулся в воздухе такое ощущение что я сделал сальто на велосипеде это конечно было очень больно но ничего не поломал просто было очень больно так есть что у нас ну здесь уже частный сектор и дуку я на дорогу ну да здесь больше никак и не поедешь как только по дороге хочу к этому дому подъехать показать вам шикарный ворота смотрите какие у него огромные массивные даже сверху он сохранилась что это стекло и стекло непонятно прикольно подъезжаю к рима католической церкви снежной богородицы она прям на выйти смотрите как смотрится и уже издалека прям заметил единственный минус если кто соберется на велосипеде ехать придется ехать по дороге что не очень безопасно посмотрите какая она красивая давайте историю расскажу эта церковь была построена на месте где ранее был католический храм но когда турки здесь владели этими землями здесь находилась мечеть после поражения и ухода турков в конце 17 века орден иезуитов мечеть перестроил в церковь кстати здесь недалеко от храма на холме везератс я так понимаю что он с правой стороны где-то вот там произошла битва по этому поводу да есть даже легенда согласно которой победе христианской армии помогла богородица а храм построен в ее честь ну и он стал своего рода памятником победы христианской армии а вот такой вид церковь имеет с 1881 года а в самой церкви внутри есть копия иконы Марии Богородицы Снежной которая была выполнена по оригиналу иконы из римской церкви Санта Мария Майоре такие двери здесь тоже видно сразу старые вот повидала на своем веку так интересно закрыто я думаю да закрыто на территории здесь вот тоже крест стоит там он есть источник с водой здесь же рассказывается история 1716 а ну и Вородинский мост крепость это Вородинская а мы вот здесь то есть как раз на выезде из Петра Вородина в той стороне железнодорожные пути проходит Белград Новый Сад кстати велосипед чей-то стоит может кто-то есть здесь вот тоже мемориальная таблица как-то табличка в 1929 году установлена а здесь здесь не указано он здесь просто заколочен ну чей-то велосипед стоит здесь еще один вход ну здесь все в паутине явно здесь никто не заходит ну вот такая церковь давайте ведь с этой стороны ну а я отправляюсь тогда дальше выезжаю на дорогу и поеду в сторону с Римских Карловцев я после церкви сразу свернул направо здесь такая горочка в подъем была да что сказал сам не понял короче есть большая крутая горка пришлось спешиться что за крест какой-то крест стоит здесь явно огромная смотровая площадка или нет нет просто дорога сейчас посмотрим автобусную остановку вижу вдалеке вон там прям вижу телебашню на Фрушке горе когда был она прям рядышком рукой подать я вот не знаю не это ли дорога идет в деревне Буковац про которую я уже тоже снимал видео сербский Прованс называется домики там вдалеке там прям вообще это Фрушка гора впереди ладно так мне надо определиться куда ехать потому что две дороги и поеду посмотрел еду вот просто на обум ткнул пальцем на винарий сейчас к нему поеду дорога у меня превратилась в такое знаете я в поле заехал кукурузная она прям уже вся сухая наверное уже собирать пора ее чуть никто не собирает с левой стороны вот кукурузное поле дома дорога и там Дунай протекает и я сейчас еду как раз параллельно острову который называется Ко Чанг его так назвали в честь тайских островов знаю что на этом острове можно поставить палатку есть ну что-то вроде кемпингов короче зона отдыха а добраться туда можно со Сремских Карловцев на лодке там есть причал какая-то гостиница по-моему или ресторан прямо на берегу и оттуда отчаливают лодки и вас туда могут доставить ну потом соответственно забрать там где-то вон вдалеке насколько я знаю с животными туда нельзя на этот остров если что здесь такие домики прям аккуратные цветы высажены до ближайшего винария мне ехать 50 минут показывает там какое-то еще озеро должно быть о смотрите какой вид домик кто-то построил себе недавно кстати грецкий орех уже поспел сыпется собирай не хочу с Белграда сегодня добрался на электричке до Новесада договорился с моей подругой Радмилой так сейчас пропущу машину и она мне дала свой велосипед но на нем гораздо удобнее ехать чем вот я брал в аренду паркинг сервис там такой больше городской здесь скоростей побольше и в горочку получше идет Радмила спасибо тебе за велосипед благодаря тебе получается это путешествие состоялось так как я свою карточку с паркинг сервиса снял сдал уже забрал депозит которые забирали выдавая карту соответственно велосипед мне больше негде было взять тишина такая никого нет где все очередное инжирное дерево смотрите он прям высыхает его никто не собирает тут меня здесь нет собрать позволю себе съесть один инжир и поеду дальше честно говоря когда я планировал этот маршрут я думал что я буду ехать где-то среди полей холмов а получается что я еду просто по наверное как дачные участки хотя вот сейчас вроде как выехал но все равно встречаются дома он прям на холмах смотрите впереди ребят уже больше тысячи просмотров а лайков мало поставьте лайк если не сложно буду благодарен заранее огромное спасибо здесь кто-то строится можно сказать прям в глуши кто-то влазит в кустах тоже грецкий орех прям под ногами валяется ох спуск вот спуск это классно главное чтобы потом не подниматься так справа от меня улья пасека чата так тут две дороги вниз и наверх главное не пропустить свой поворот в общем ребят еще один вертикальный подъем справа от меня кукурузное поле поднимаюсь я наверх еще еще ни души не встретил может конечно все работают куда-то поехали там вновь сад белград может кто-то но пока никого не встретил мне еще чуть-чуть вот будет вершина рядом с озером где-то там увидел на карте водопад обозначен теперь уж наверное буду держать путь сначала до водопада но потом до озера вершина посмотрите какая красота кто-то как-то писал что в Сербии нет лесов но вон там я думаю леса вот наверное маршрут который я и хотел чтобы были холмы леса поля реки озера поменьше домов в общем у меня тут очередной спуск причем крутой еду только я через пугаю их тут стаями разбегаются во все стороны скажет сумасшедший велоспидис какой-то это жесть какая-то как тут спускаться я на переднем тормозе спускаюсь главное перевернуться как в детстве блин ужас нахрен все пойду пешком не хватало еще убиться здесь это жесть короче очень крутые спуски причем дорога неровная вот только что прям чуть не навернулся чуть пережмешь тормоз вручной все вперед сразу задница поднимается на дыбу встает заднее колесо не переднее а левой рукой мне неудобно камеру держать поэтому лучше так спущусь опять подъем ну да что хотел то получил спуски подъема реально здесь столько ящериц очень много вот опять подъем какой-то и вниз спуск давай 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 вот вот это прям так очень красиво смотрится когда холмы дома стоят деревья прям знаете Италию напоминает не зря тут римские императоры жили да в округе кстати с римской Митровица снимала ролик и рассказывал там про римских императоров что на территории с рима родилось 6 императоров кто еще не видел это видео посмотрите обязательно очень интересное так ну а я пойду дальше я остановился здесь грецкий орех растет один сорвал расколол он уже прям вообще переспелый вот зеленый видите он уже сохнет но этот уже гниет черный его уже не съешь я сначала поднялся на ту возвышенность так остра не надо было свернуть вниз и налево ну вот я и здесь с левой стороны какие-то посадки деревьев я так понимаю что они какие-то фруктовые но плодов я там не вижу поэтому не знаю что за деревья я в каких-то знаю в зарослях тут тропинки то особо и нет но показывать что дорога на водопад вот это меня приведет как раз что за такое непонятные ягоды птички какие-то гнездятся тут поедают эти ягоды у меня дорога опять пошла вверх ребят видите озеро не видите я тоже не вижу а по карте гугл картам и кстати мапспи показывает что здесь озеро вот такое озеро когда-то было наверное было глубокое мне еще показывал водопад водопад соответственно я тоже не нашел ну и неудивительно потому что озера нет водопада нет ну и водопад знаете я тогда искал тоже где же снимал сербский прованс искал водопад почему я не нашел потому что там не водопад а просто был ручеек а кто-то отметил на гугл картах что это водопад ну и все поэтому стал водопадом ну вот такое озеро мы с вами посмотрели которого не существует залез я конечно вообще в дебри такие чаще мило скажет куда ты мой велосипед затащил короче жесть вот оттуда я пришел но вот это мостик он прям вообще еле заметен я чуть не упал слева и справа очень глубокий ров там здесь кто-то хозяйство держит косточки барашки прикольно собаки там лает раскричались ехать пока невозможно не очень удобно поэтому пешочком пешочком кстати ребят кто лайк не поставил можно ставить уже да уже пора а вот еще о чем хотел поговорить часто пишите мне какой бы я город выбрал тот или иной там в сравнении ну я про сельские града мое мнение ну наверное потому что я здесь прожил больше я про нойса сейчас говорю год это самый идеальный город для жизни в сербии в другие городах я не жил там в Кикинде в Зриняне как бы лучше хотите если мнение я могу сказать только как турист как турист оптимист да архитектура сам город расположение там красиво-некрасиво ну а все тонкости уже жизни быта это можно все в чате узнать написать комментарий задать вопрос потому что местные ребята кто живет в этих городах они все отвечают в Зриняне не помню написали что вода плохая там в Сербии ой в Сербии в Кикинде кто-то в Сомбаре там мигранты ну разные нюансы опять же можно им задать вопрос я думаю все ответят какой у вас вопрос интересует также можете вопрос в телеграм-канале задать свой подпишитесь на телеграм-канал все ссылки есть в описании ко всем роликам на телеграм на инстаграм присоединяйтесь к сообществу общайтесь задавайте вопросы я также когда переезжал было много вопросов куда какой город выбрать выбрали новий сад потому что было проще наверное кто-то были для весь грязный это жесть это просто жесть вообще все грязное еще и поцарапаю ноги кроссовки купил и ходил у них так называемые походы вот эти да все путешествия города горы озера реки все убил за три месяца так а вот смотрите виноградники виноградники круто это же сорт по-моему винный как раз там он трактор стоит слева тоже какие-то деревья фруктовые что давайте попробуем я не думаю что если мы сорвем один виноград кто-то на нас будет ругаться вот здесь где-то уже винарий должен быть может там сейчас подойду спрошу прям одну штучку такое кисленький косточек много и невкусно честно говоря вообще не сладкий какой-то горьковатый даже а тут черный смотрите так мне бы кого-то найти и пообщаться поузнавать что это кто это здесь кто здесь главный давайте ребят отвлекусь вижу там людей пойду пообщаюсь ну а потом уже продолжим про новисад и города так как не успеет бросить чтобы его не сбили давайте тоже здесь попробую вкусненький сладкий там они что-то делают доброта а для вина да вино круто и ракия ракия вино и ракия круто он видит как виноград собирает можно пробовать может это много сейчас попробуем потому что там зеленый был горьковатый тут послаще кстати круто вот это все собираете рус вы а где делаете вино там вино а где курят винаре курик винаре а далеко доля там через белый и черный это белый и вино красный черный виноград класс а это тоже ваша да но они ваши доведение классно короче ребята виноград собирают белый черный винаре он сказал курик я по карте забиваю что-то не могу найти где там еще один человек виноград собирает вот у них видимо трактор и стоит для этого сейчас они погрузят все это дело в трактор ну и везут себе на винарий давайте посмотрим там пусто ну да пусто круто вот это все их виноградники в общем пообщался я с хозяином этой винафермы винария ждет он меня к пяти часам на своем участке сейчас значит делаю так еду в сремский карловцы снимаю для вас центр города там очень красиво расскажу немного истории совсем немного потому что самое основное видео про сремский карловцы я уже снимал ссылку оставлю вы сами посмотрите ее я вам расскажу так в общем историю покажу его и поедем с вами винарий обещали показать как делают вино думаю будет интересно так что не переключайтесь так что касается нашего разговора по городам мы не договорили вернее я не договорил я так говорю как будто я с вами в прямом эфире ладно дальше что у нас смотрите в любом случае все города которые я посещаю я рассказываю с точки зрения туристов в своем видео про варшав я также уже говорил что самое лучшее это приехать в город пожить два-три месяца четыре а лучше чем больше тем лучше вот тогда вы узнаете город изнутри познакомитесь с местными познакомитесь там с русскоязычными и узнаете все плюсы и минусы если этого не получается сделать подписывайтесь на телеграм-канал либо просто на канале в ютуб под комментариями вернее в комментариях пишите под видео которое вы хотите поехать в какой город вынжи значит вынжи пишите комментарии потому что местное сообщество пишет там кто проживает все плюсы и минусы соответственно все может подробнее более подробно вам рассказать о быте и о жизни в городе вот такое предложение так что подписывайтесь на телеграм-канал в инстаграм общайтесь я только за ох инжир как я люблю инжир смотрите он лежит бедненький его никто не собирает ладно едем дальше ну вот по факту я уже и в стремских карловцах очень красивый городок я здесь был по-моему осень ой зимой да зимой наверное я был здесь мне очень понравилось сейчас покажу вам центр я прям в восторге от него был блин точно когда-нибудь убьюсь с этим передним тормозом все давайте встречаемся тогда уже в центре города есть такой крутой спуск классно с ветерочком надо чтобы машина меня не сшила сзади с такой-то скоростью вот почти добрался уже до центра слева сейчас меня будет слева от меня будет церковь старинная я про нее тоже уже рассказывал это церковь при святой богородице очень старая церковь кругом одни винария все все это фонтан 4 льва так сейчас заеду сюда фонтан 4 льва вот я сейчас здесь ты умоешь наверное грязные вообще жесть все черное сюда поцарапался все сейчас умоюсь и покажу вам уже здесь в центре прокачусь туристы ходят давайте так прокатимся покажу вам городок более подробную историю как я уже говорил можете посмотреть видео про с римский карловцы с римский карловцы проживает не более 8000 жителей раньше это было место где ставила крепость называлась она каром в 1308 году еще церковь здесь я уже был тоже снимал ее внутри такая историческая улица сейчас я на нее свернул красиво конечно место место прямо очень красивая заметной экскурсии больше зимой был вообще никого не было тут уже четыре или пять групп насчитал винарии у меня встреча в пять часов винарии я отправляюсь тогда кушать и в пять часов уже поеду к винарию вы ребят не переключайтесь дальше будет еще интересней ребят я опять вернулся с римские карловцы съездил уже в нове сад вернул велосипед хотел назад доехать на электричке но не получилось электричка отменили пришлось на велосипеде ехать домой веса до сдавать велосипед радмилии и назад на автобусе в семске карлоса в пять часов у меня встреча в винарии курьяк по-моему правильно называю его то есть с ребятами с которыми я встречался на их плантации винограда мы договорились что в пять часов я приду к ним в винарии они покажут покажут процесс приготовления вина ну и все что с этим связано устал сегодня прям вообще по моему первый раз я так устал стал сегодня где-то в пять время уже без 15 5 вечера надеюсь все это не зря еще чуть-чуть и посмотрим приготовление изготовления вина здесь опять холмы ух сколько сегодня уже холмов преодолел честно говоря я как бы и планировал это путешествие с надеждой на то что либо в поле с кем-то договорюсь и мне покажут процесс приготовления вина либо уже приеду непосредственно с темский карловцы зайду любую винарню буду просто разговаривать общаться чтобы не показали ну повезло что я встретил в полях сборщиков винограда а вот уже вижу два указателя я свод на ту улицу не могут направо поймут винарий курьяк вроде правильно читаю здесь направо карл цвите тоже такой больше одноэтажные дома там центр а ко мне сюда не наверх везде есть указатели ребят процесс приготовления уже начался без меня вот ящики которые привезли собрали то что мы с вами видели и трактор смотри он уже был полный это хозяин и и он его звать это его винарий в общем ребят это пресс он просто прессует слева и справа но с двух сторон как говорится сжимая этого и висок стекает вниз потом тоже видите стоит сетка чтобы семечки не попадали потом это через шланг фильтруют и подается дальше там тоже фильтр и потом уже сливается в бочки вот такое производство интересно винограда здесь конечно очень много на себя видишь там вот здесь есть вот это гроза и за вино и за ести звитки цана стара сорта от кое сей может керезирус Розе, как лепо вино, а как сладкое гроджо съеде. Деца найвише воле ово гроджо. Ми правимо сок, кой на гроджо продаємо. Вот, ребят, налили вино Резлинг. Это марка такая. Сейчас я спробую. Белое вино. Такое прям тяпкое. Это прошлогоднее вино. Посмотрите. Ну, вкусное. Короче, в пресс-машину помещается 4 тонны винограда. А на выходе где-то 1000-2000 литров виноградного сока. Ну, зависит от того, какой виноград. Если крупный виноград, то, соответственно, больше. Это вот покрупнее. Если будут мелкие винограды, ну, зависит от сорта. Это вот один сорт, там другой сорт. Поменьше. То есть, соответственно, миллилитров будет меньше. Вот такой старикам помогает в сборе урожая. Не знаю, какой это год. Здесь не написано. 80-70-е. Ну, работает на славу. Что делать? А. Вот это молодое вино будет стоять 15-20 дней. Все это потом очистится, осядет. И будет молодое вино. Ребята прям сразу. Соседи приезжают, покупают. Несколько сотен килограмм. И себе заготавливают вино. Красный сок. Прям гуще его. Вот весь виноград собирается здесь. Дали некое држио вот срыво внутрь, а? Држио. Доброе утро. Чтобы ничего не пропало, видите, поднимает и все, туда в бочке сейчас пойдет. Вот общался с мужчиной. Говорит, я беру 150 килограммов винограда, из них 100 литров получается вина. То есть 50 килограммов уходит в никуда. Ребят, я спустился в подвал. Там, где хранится вино. Это вот все на продажу. Вот один литр, 300 динар. Вот так это все хранится в бочках. Света мало, но тем не менее, в принципе, видно. Вот их герб семейный. Есть и в стеклянных, видите, да? В бутылках вино. Вот бренд. И есть в пластиковых. Ну, в пластиковых, соответственно, будет дешевле. Вот какая бочка. Слышите, да? Играет там вино, гулькает. Это дипломы. 2007 год. 2005 год. А это вот, получается, основатели этого винария. Такая медалька, 21 год. Что-то это похоже на ракия, наверное. Вот так это выглядит. А это ракия? Или бин? Да, то есть, как вы же ликер. Ликер и оно с ракия. А, ликер. Это ликер, а это ракия? Да. А, ликер даже здесь. Прикольно. Ну, вот здесь всякие разные. Белые, красные. А это, кто это, расскажите. Потосу, чукун деда и чукун баба. Ваши. Такое. Это 1885 год? Да, тосу, я не у них у их потомок. Потомки. Понял. Да. Супер. А это герб? Есть, да. Вот остался здесь виноград, весь сок. Уже, так сказать, вытек отсюда. Забрали. Дальше в бочке на хранение. Бродить. Ну, что, ребят. Мой съемочный день подходит к концу. Время 19.30. День был насыщенный. Взял себе виноградного сока. Бутылка литровая. 300 динар. Сейчас иду на автостанцию. Жду поезд. И домой. Белград. Вы, как всегда, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кто хочет, может поддержать мой канал финансово. Все ссылки в описании. Все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова